Приветствую еще раз. Крайнее видео на сегодня, пятое. Итак, у нас начался 18-й месяц войны. Начался он у нас 22-го июля, выпал на субботу. У украинцев он начался 24-го июля, в понедельник. У нас две даты. 22-го были даны все приказы, 22-го года, 22-го февраля, я имею ввиду, перед праздником 23-го все гуляли, отдыхали, генералы-маршалы, в кавычках маршалы и так далее. А в 24-го утром мы пошли, полетели, пошли и поехали. Значит, у Украины этот период выпадает, выпал в этот понедельник 24-го июля. Ничего хорошего для Украины нет, потому что когда выпадает очередная годовщина событий, а именно 18-й месяц, значит, наступил, 17-й закончился, 18-й наступил. Значит, что началось? Началась история. Понедельник – это депрессия, страх, стресс, паника, нехватка ресурсов человеческих, месть, проклятие, отчаяние, ухудшение материального положения, проблемы на всех уровнях, социальные, юридические проблемы, продовольствие, цены, дефицит, медицина, дефицит товаров, услуг, медицина, усиление миграции, эмиграции, значит, естественно, усталость от всего этого, потому что понедельник – день Луны и небесной иерархии, значит, усталость, нервозность, оголенность нервов, ущерб культурный, ущерб социальный, разрушение храмов, культурных зданий, исторических центров, значит, торговых и других помещений, учреждений, организаций, продолжение вот этой политики давления, усиление сейчас у них будет у Украины, значит, с 24 июля, у нас еще целый месяц, атак с моря, атак с воздуха, разрушение портовой инфраструктуры речной и морской, жесткий контроль над их судами, глушение их, значит, контактов радио и спутниковых и так далее, мы сейчас на это очень сильное внимание будем уделять, уничтожение их, значит, специализированных групп, десантников, там, опер-групп различных, значит, на подлете, на подходе, на прибытии, сухопутные, речная, морская, катеры и так далее, уничтожение, продолжение, спешное минирование, чего только можно, то есть Черное море становится, вот акватория, которая от Буковины, значит, до Одессы, вся Одесская, то есть область, значит, масса тяжелых событий, аварий, инциденты на воде с судами, как гражданскими, так и военными, значит, катера там, что у них там уже ничего не осталось толком, разрушение портовой инфраструктуры гражданской, продолжение событий, их ответная реакция, минирование катера и так далее, удары по нашим целям на воде и так далее, и так далее, вот это Украина, их дата 24, то есть сжатие до нуля, напряжение, нехватка средств, ресурсов, вооружений на всех уровнях и ответочка их, соответственно, провокационные разные действия, информационные, как они это делали на международном уровне, теракты, вирусы, отравления, подрывы, поджоги, это все продолжаться будет, как ответная реакция на наше СВО и наше наступление. Про наступление я сейчас скажу отдельно, про нашу дату. Наша дата 22 июля, это была суббота, то есть это подведение итогов. Вот сейчас я об этом расскажу. Еще немного про Украину. Значит, внутреннее брожение недовольства, религиозное, национальное, по городским конгломератам, вот этим, внутриэлитное расслоение, подготовка к смене власти Зеленского. Я в первом видео про Зеленского рассказал, вы послушайте сегодня. Значит, вот эти все брожения и так далее. Никаких прорывов, никаких наступлений с их стороны. Наоборот, откат и истребление. С их стороны, использование с Украины, понедельник об этом говорит, радиоактивных снарядов, урановых и так далее, химического оружия, фосфор и прочие будут такие факты в этом месяце. Использование кассетного оружия, истребляющего наши людские ресурсы, потому что, я сейчас об этом скажу про 22 число, я объединяю эти два, две даты, Россию и Украину. Сейчас про Украину. Значит, очень колоссальное количество раненых с украинской стороны, покалеченных, раненых. Общее давление на общество вот этими контуженными, ранеными коллегами. Нехватка медицинского оборудования, нехватка койко-мест, нехватка медикаментов и так далее. То есть нарастание гуманитарной катастрофы с перспективой понять, что они остаются без зерна на продажу, без получения средств для этого, потому что у них только зерно и осталось, помимо транспортировки газа в Европу по нашим трубам. В общем, провалы в экономической политике, дыры в разных областях, отсутствие ресурсов финансовых, закредитованность страшная, чудовищный алкоголизм, наркомания, каннабис этот, понятно, в такое время. У нас Первомировой Николай II многострадальный сухой закон ввел, чтобы у нас народ не бухал от войны, а эти сделали все наоборот. Водка рекой, каннабис разрешен, пейте, гуляйте, наслаждайтесь и так далее. То, что у них само собой усиливается депрессивная, нервозная, неврозная, патологическая история контуженных, раненых, с ума просто сошедших людей. Все это на бытовом уровне, на социальном уровне, то есть взрывы, самострелы, конфликт с полицией. Вот это вся история разложения Украины внутри, по слоям, кастам, городам, республикам, в смысле областям пока, не республикам. Республики потом появятся. Это тоже мой прогноз. Значит, вот это все будет происходить. Ну и понижение уверенности в завтрашнем дне, это так мягко говоря, значит, наваливается вот предосеяние, это я же говорю прогноз до 24 августа. У них же день независимости 24 августа, понимаете? То есть это прогноз на месяц, 24 июля по 24 августа. И вот они подходят к этому очередному, очередной годовщине независимости страны в этом жутком мрачном настроении и состоянии депрессионном. Там уже не вытягивает ни пропаганда, ни пресса, потому что внутри народа вот эти трения, прения и все остальное происходит. И внутриэлитная возня Монако, Тель-Авив, Иерусалим, Вашингтон. Вот это вся история разрушения страны изнутри. Теперь, что касается нас. 22 июля, значит, 18-й месяц войны начался. То есть мы уже вышли за период полутора лет. Суббота. Это жесткая оборона по-прежнему. Жесткое строительство заградительных всяких рядов Крым и другие области. Минирование жесточайшее. Мелкие прыжки, атаки диверсионных наших групп по захвату позиций. То есть у нас диверсионные отряды, ВТВ и других служб проникают, истребляют, захватывают эти их выстроенные траншеи, окопы, заградительные линии. И вот так, вот так, вот так, по 100 метров, по километру потихоньку, потихоньку продвижение. Вклинивание, значит, на новой территории Харьковская область. Уничтожение мостов, дорог и так далее. Мы продолжаем это, будем делать. Значит, истребление всеми видами оружия. По земле именно. Сейчас я про землю говорю. Значит, и усиление ПВО. С ПВО у нас все плохо, особенно с малыми целями. Москва это показала, другие, значит, города. Да, мы не справляемся. У нас средства защиты от малых воздушных целей отсутствуют, как таковая. Мы даже в Москве не имеем этим, как это показало. То есть Москву надо заново ПВО создавать по малым целям. Потому что эти дроны могут попасть в любое здание. Они урон особо не нанесут, кроме психологического. Но это неприятно. Согласитесь, это очень неприятно. Поэтому с ПВО у нас проблемы. С малыми целями, о чем я говорил, когда был день ПВО. Я это видео рассказывал. Если найду, подверстаю. Значит, масштабного наступления с нашей стороны в ближайший месяц не ждите. Нехватка людских ресурсов. Огромное количество раненых. Кассетные бомбы используются. Раненых у нас очень много. Потихоньку истощается людской ресурс. Это мое мнение. Я предполагаю. Не утверждаю. Предполагаю. Это я для юристов, кто там попытается что-то там не то записать или понять. Я предполагаю, что не хватает людских ресурсов. И все подготовительные меры по будущей мобилизации второй, которую мы наблюдаем, как она готовится на всех уровнях. Я видео записал до этого. Все это для пополнения людских ресурсов. Пополнять надо в этом году, чтобы в 24-м был план наступления. В 23-м году я плана наступления не вижу. Вот все, что мы успеем сделать, поразрушать, поутюжить, поистреблять там, значит, людские ресурсы, где-то как-то зацепиться, закрепиться, это все. Потому что широкомасштабного плана наступления в 23-м году я не вижу по дате. Значит, потому что нужно готовить хотя бы еще 3-4 месяца новое пополнение мобилизованное, которое будет. Поэтому идет тактика вербовки продолжается добровольцев. Тем более мы потеряли Вагнера, то есть от Вагнера сейчас толку нет. Поэтому надо замещать одним ВДВ, это все заместить невозможно. Штурмовыми там группами, отрядами этого недостаточно. Поэтому, значит, мы готовимся. То есть суббота, подготовка, подведение, итога. То есть мы смогли не допустить контрнаступления, это понятно. Значит, готовимся до осени закрепиться, работает разведка и так далее. Что мы будем получать, какой ущерб в 22-е число, суббота. Значит, подрывная деятельность продолжится, взрывы, поджоги продолжаются каждый день. Теракты на разных уровнях. Там машинка, там взорвалась машинка, там тут загорелась, там загорелась. Само собой, малые цели летают, взрывают. Это все останется на ближайший месяц. И, значит, уничтожение наших складов, значит, топливных хранилищ и мосты, тоннели, мосты остаются центром событий. Я думаю, что до конца года они лупанут по Крымскому мосту еще раз. Тем более, я тут недавно узнал, пару дней назад, что англичане им подогнали, значит, очень тяжелое оружие, надводно-подводную бомбу самоуправляемую. То есть, по сути, это ракета, которая по воде идет, и она снесет любую опору любого моста. Там огромная масса и так далее. Ее показывали в телевидении. Короче говоря, серьезный вопрос. У нас вообще система, вот, логистики по суше под угрозой находится до конца года. Крымский мост, сухопутный мост, не мост, а движение в обход Крымского моста и так далее. Очень тяжелые, серьезные логистические проблемы. Поэтому цель задана гурам украинским подрывать железнодорожные составы, мосты, значит, вот эти атаки дронов, лишить нас складов. Крым под ударом, прибрежная территория, ну и тыловые акции, операции, с которыми должна справляться Федеральная служба безопасности. Вот такой расклад. Спасибо, что выслушали. Ставим лайки, подписываемся, распространяем это видео, внимательно его слушаем. Это ближайший месяц, до следующего Дня Независимости Украины. Ну а в скором времени я запишу видео про 1 августа на вторник выпадает. Что нам от августа ждать? Каких сюрпризов? Не забывайте записываться на личный прием. Всегда буду вас рад, вам помочь, сделать прогноз личный. Это моя работа. Спасибо, что вы есть. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok